Здравствуйте, дорогие любители программирования, робототехники и 3D-моделирования. Снова с вами Карегин Андрей. И я сегодня в этом видеоролике делюсь новостью по обновлению версии сервера Spigot под книги по программированию на Python в Майнкрафте. Как вы помните, я один из авторов книги по Python о великой программировании в Майнкрафте. И, соответственно, математическая книга по программированию в Майнкрафте. Майнкрафт у нас периодически обновляется. И, конечно же, для него обновляется и сервер Spigot. И вот сегодня, в данный момент, я буду обновлять ссылки в этих книгах. То есть, в этих книгах вы по этим ссылкам заходите, чтобы скачать сервера для вашей версии Майнкрафта. И, соответственно, они будут обновлены так, чтобы можно было еще скачать, соответственно, под версию 1.21. Именно 1.21. Майнкрафт. Сейчас в Spigot уже есть версия под Майнкрафт 1.21. Так что, если кто-то хочет работать с более новой версией Майнкрафта, программировать в ней, то вот 1.21 уже функционирует, работает в штатном режиме. Что еще дополнительно есть, кроме того, что обновили сервер? Кроме того, что обновили мы сервер, мы еще обновили вообще модули MCPy Майнкрафта. Так, чтобы можно было теперь работать больше с событиями. События, как вы помните из первой книги в приложении, есть проект, разработанный на событиях. Это клик мячом, правой кнопкой кликаем по блоку. Мы получаем координаты этого блока, ту часть, по которой мы коснулись этого блока, грань. И, соответственно, entity, так называемый, ID, то есть ID сущности, который это кликнул. В данном случае, персонажа игрока, который кликал. И с помощью вот этого чтения, кликания событий, мы можем там регулировать и изменять какие-то свойства. То есть, срабатывать только, когда касаемся мяча. Там можем принастроить какие-то варианты работы с, например, с цветом, как в данном проекте в книге указано. Создание пайнт, например, выбираем цвет кубика и с помощью такого цветового кубика рисуем, например, какой-то элемент пейзажа в пайнте. Не в пайнте, в майнкрафте имеется. Как наподобие пайнт, то есть попиксельно, по клеточкам. И дополнительно добавили здесь события по чату. То есть, мы можем в чат вводить какие-то сообщения. Он их может обработать в пайтон и, соответственно, сделать некие команды по работе. Кроме чата событий, дальше работа с энтити, то есть с сущностями, которые находятся внутри майнкрафта. Каждая сущность присваивается его условный идентификатор номер, номер идентификации. В зависимости от версии майнкрафта, номер идентификации у каждого будет свой, поэтому нужно будет смотреть. Что мы можем делать с сущностью? Сущностью может являться сам персонаж, игрок и другие игроки, которые находятся внутри данной игры, если они локально подключены, например, через сервер. Через сущность мы можем перемещать, получать координаты и перемещать в нужную точку по координатам. Причем более точно, чем, например, через сайт SetPostStyle, например, более детализированного. И вращать персонажа. Сейчас я немножечко покажу данный функционал, который представлен вот в такой вот, как я его сейчас поговорил, в книге. Здесь эти элементы функции написаны, и вот они уже прописаны непосредственно в расширении новой версии MCPy, и можно им пользоваться и работать. Сейчас вот у нас есть версия 1.21 в Майнкрафт. У меня запущен сервер SPGOT, я через сетевое подключение localhost подключаюсь к локальному серверу SPGOT, и вот я уже на месте. Сейчас пока плохо видно, надо, соответственно... Соответственно, дождаться утра. Желательно, например, вот таким способом. Ну, чтобы просто было видно и работать. Данная версия достаточно оптимизирована, то есть меньше зависает, это уже хорошо. Можно с ней непосредственно работать. Что продемонстрирую я? Продемонстрирую я непосредственно код, которым мы будем пользоваться. Этот код вам уже известен, кто программирует. Это очистка пространства, построение непосредственно земли вокруг себя. А вот этот код интересен тем, что... Это нам не нужно уже. Интересен тем, что мы здесь проверяем, соответственно, события сообщения. То есть, если мы сообщение пишем, то либо мы полностью все выводим, либо вот как здесь я представил вам пример, когда выводится непосредственно отдельный элемент сообщения, которое мы написали, и индификационный номер того существа, которое написало в чате данное сообщение. Далее мы можем получить его координаты, где он стоял, когда писал, вывести их, соответственно, и при желании можем куда-нибудь его отправить. Ну вот я отправил его 0,0,0,4,0. Можно отправить куда-нибудь... Другие координаты. Итак, вот простая конструкция, то есть через функционал events у нас теперь функция полчат работает. Ну и, соответственно, entity также взаимодействие с сущностями будет функционировать. Вот новый функционал, который я добавил, и на основе этого мы будем дальше делать некоторые уроки. Так. Ну что ж. Давайте продемонстрируем, как это работает. Я нажимаю слэш, появляется консольное меню для ввода. Я стираю слэш, который появился здесь, потому что он нужен для команды введения. Мне команда не нужна, мне просто нужно сейчас написать сообщение. Например, я напишу hello. Кликаю hello, ничего не происходит, потому что там, потому что я не запустил скрипт, который он написал. Поэтому я должен его запустить сначала. Вот он запущен. И теперь попробовать еще раз. Hello. Запускаем. Вот он мне перебросил сущность. Он указал, что я написал hello. Моя сущность, соответственно, идентификация 60 получилась. И вывел координаты, где я писал. Потом он мне перебросил в точку 120. 100.20, а я находился в минус 1, минус 17 и 44. То есть минус 1, минус 17, 44. Условно так назовем. Ну, то есть можем недалеко кунанимить в эту точку и перебросить меня. Еще раз, например, давайте попробуем. Ой. Так. Вот так. Переключусь. Было минус 1. Ну, то поставим 5. Так. Было минус 17. Пусть будет минус 15. А там 44 по Z. Значит, поставим, например, 35. Вот таким вот образом. Переходим. Ну, и попробуем сейчас еще раз. Давайте так сделаем. Сначала выйдем. Поставим какую-нибудь метку, чтобы было видно, где мы находились. Так. Желтая будет метка. Вот здесь кого-то мы находились. Итак, теперь я пишу «Привет» по-русски. Кликаем. И вот я нахожусь уже здесь. Относительно далеко и недалеко меня отправил. Ну, далековато достаточно. Как видите, действительно меня отправляет. Так. Ну, так можно экспериментировать еще много-много раз варианты какие-то взаимодействия. Сейчас просто демонстрация тех возможностей новшеств, которые присутствуют в данной среде Майнкрафта и непосредственно в IP Майнкрафт с Пигота для программирования непосредственно здесь. То есть, проект, как говорится, не умер. Живее всех живых. Книги, которые сейчас распространяются по обучению в Пайтоне на Майнкрафт, соответственно, неплохо работают. И, то есть, все коды работают. Все рабочие коды для любой версии. Сейчас на GitHub выложены собранные версии с Пигота, с Raspberry Pi, с плагином для работы непосредственно в Майнкрафте, вот программирования на Пайтон для версии 1.12.2, 1.17.1, 1.19.1, 1.19.2 и 1.24 и 1.21. Вот последний 1.21 вариант тоже можно, соответственно, использовать. Используйте, соответственно, одни из последних версий Пайтонов. Там Пайтон 3.11, 3.12. То есть, они замечательно себя закомендовали. Все работает. То есть, теперь функционал расширен. Можно дополнительно делать более сложные процессы. Например, в консоли мы можем давать команды какому-то блоку. И этот блок будет выполнять какие-то движения. Например, вперед, назад, лево, вправо. Как черепашка. Программировать, как черепашки, код там. Движения вперед, движения налево, повороты какие-нибудь. То есть, повороты это условные повороты. Рисовать окружность и так далее. То есть, такую можно конструкцию сделать. Вводом консоли непосредственно здесь через серый Майнкрафт. Игру Майнкрафт через локальный север. На этом у меня все. Как видите, есть интересные проекты. Дерзайте, программируйте, не забывайте. Книги дополняются новыми интересными проектами. И я потихоньку также наполняю данный плейлист, посвященный Майнкрафту, Пайтону, разными проектами, которые можно реализовывать. Возможно, в этом году уже появится третья книга из этой серии, но уже посвящена физическим явлениям, физическим экспериментам. То есть, с помощью программирования мы делаем симуляцию, визуализацию физических явлений. Там гравитации, взаимодействия движения, линейные какие-нибудь под определенными силами. Даже вычисление импульса, энергии из астрономических явлений, небесных движений, небесных тел, из оптики, молекулярного строения. То есть, все, можно это реализовать, сделать симуляцию физических явлений с помощью Пайтона. Вот в среде, например, Майнкрафта, используя кубики как некий единичный элемент, который можно использовать как элемент точки визуализации. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.